Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. С вами Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. К отопительному сезону готовы. Ханапчане готовы тепло встретить зимние морозы. В субботу, 11 октября, в селе Витязево, краевой онкопатруль проведет обследование всех желающих. А сейчас обо всем подробнее. К отопительному сезону готовы. На общегородском планированном совещании начальник управления ЖКХ Борис Алтуфьев доложил о готовности объектов к подключению. В детских садах, школах и больницах тепло может появиться уже с сегодняшнего дня на усмотрение руководителей учреждений. В Анапе 276 многоквартирных домов подключены к центральной системе теплоснабжения. Из них 178 на обслуживание управляющей компанией ОАО «Коммунальчик». 274 дома готовы к подключению центрального отопления. Два дома наши не готовы. Любимые, которые находятся под станцией 4 и Краснодарский, то есть общежитие. Освеждения управляющей компанией обязуются к 15 октября запустить в 134 доме по Лениной отопления. А по перевоку под станции 4 и Краснодарской 65 выделены средства, и они обязуются начать капитальный ремонт, как только. Когда в последний раз выделяли средства на ремонт теплоснабжения? До этого года. Да. Никогда. Никогда. В этом году мы выделили 7 миллионов 200 тысяч. На сегодняшний день. И что? Мы не можем ритмично составить график, чтобы войти в отопительный сезон? У нас управляющая компания каким образом там появилась? Если 15 октября, 14, мы не будем иметь 100% готовность по обхождению в отопительный сезон, значит 14 до конца дня у меня на столе должно лежать письмо на имя прокурора. Мы оказали фактически серьезную помощь жителям. Но до сегодняшнего дня до отопительного сезона нет. Прошу принять меры прокурорского времени. Все нянчится и ни с кем не собираюсь. В Анапе 63 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы. Все котельные обеспечены альтернативными источниками электроснабжения. На балансе ОАО «Теплоэнерго» находятся 18 котельных и 42,5 километра магистральных сетей. На подготовку к зиме предприятиям за счет собственных средств направлено 8,5 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнено 100% работ. На всех котельных завершены работы по проведению ежегодных лабораторных замеров. Оформлены протоколы в соответствии с требованиями Ростехнадзора. В полном объеме проведена промывка и опрессовка сетей. Газовое хозяйство котельных находится в состоянии, пригодном для эксплуатации. В наличии 80 тонн печного топлива емкости заполнены на 30%. Отопительный сезон ежегодно начинается с 15 октября. В этом году похолодание наступило с 3-го. Но температура воздуха не опускалась ниже 8 градусов в течение 5 дней. А значит, не было оснований для начала отопительного сезона. При этом с 5 октября запущены три котельные. К подключению готовы все. Социально значимые объекты, детские садики, школы, больницы подключат к системе теплоснабжения с 8 октября в исполнение постановления главы города. Жилые дома подключат по мере поступления заявок от ТСЖ и управляющих компаний. Для обеспечения содержания улиц и тротуара в зимний период ОАО «Ана по благоустройству» заготовлено более 1000 тонн песка, 27 тонн соли. В осенне-зимний период будет задействовано 11 единиц техники. 10 коммунальных универсальных машин, из них 3 единицы ОАО «Ана по благоустройству», 4 по договору с ООО «Сити Кристалл», 3 по договору с ЗАО «Спецтранс» и 1 универсальный погрузчик. Разработаны маршрутные графики снегоочистки и посыпки улиц песко-соляной смесью, составлены графики дежурства машин и ответственных дежурных. На реализацию комплексного плана направлено 134 миллиона 900 тысяч рублей. Из них более 26 миллионов – средства местного бюджета. Специалисты управления муниципального контроля после разгола стихии провели мониторинг территории города, выявили земельные участки, собственники которых в кратчайшие сроки должны были привести заборы на стройплощадках в порядок. Список объектов опубликован на официальном сайте, но не все застройщики, собственники и подрядчики поспешили ликвидировать последствия ураганного ветра. Район многоквартирных домов. Жильцы обустраивают новые квартиры и стараются не смотреть в окна. Вид неприглядный. На углу улицы Владимирской и Бульвара Евскина временное ограждение земельного участка разлетелось во время сильного ветра. Восстанавливать его не стали, поступили проще – демонтировали. И открыли на всеобщее обозрение свое отношение к Анапе и Анапчанам. Горы мусора бытового и строительного, пакеты. Такой ассортимент устраивает только бездомных собак. У людей воспитанных картина вызывает возмущение и раздражение. Начнет валить всякую гадость. Не на мусорке, вот даже сзади возьмите, посмотрите. Не на мусорку, а будут туда за территорию выкидывать. В микрорайоне, в нескольких метрах от этого участка, школа и детский сад. Стоит ли говорить о санитарной обстановке, безопасности и примере подрастающему поколению? Все стройплощадки курорта под особым контролем. После разгула шквалистого ветра тем более. За две недели большую часть объектов восстановили или восстанавливают. Должностные лица были предупреждены о том, что они должны привести его в надлежащий вид. Было дано время, срок для этого устранения. На тех должностных лиц, которые не устранили, были составлены протоколы об административном правонарушении. Но установить временное сплошное ограждение – полдела. Необходимо содержать его в надлежащем состоянии. Стройплощадка на улице Некрасова. Нет секции в заборе. Повреждено ограждение. Специалисты Управления муниципального контроля составили протокол о нарушении. Подготовили пакет документов, направили на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. Пример добросовестного отношения стройка на улице Астраханской. Хозяева участка содержат ограждение в хорошем состоянии, обеспечивая безопасность и следят за внешним видом. Ограждение закрыто баннером. Оформление будет меняться, так как требования города изменились. И плакаты тоже должны измениться. Оно будет оформлено на весь забор по требованиям города. Там будут находиться тюльпаны. Во время проведения строительных работ яркие плакаты на ограждениях придают ухоженный вид и стройке, и городу. Специалисты муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг стройплощадок курорта. Оформление заборов баннерами тоже на контроле специалистов. Центр занятости населения города Анапа приглашает работу дателей и граждан, ищущих работу на ярмарку вакансий «Планета ресурсов». Ярмарка вакансий пройдет в Центре культуры Родина по адресу город Анапа, улица Астраханская, 2, с 11 до 13 часов. Справки по телефону 402-38 и 320-41. В первых числах октября в Геленджике состоялся всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотое руно». Фестиваль объединил более 500 юных талантов из разных регионов России и стран СНГ. В составе анапской команды была Виктория Пешкова, воспитанница ансамбля сольного пения «Серебристые голоса» Центра детского творчества. Виктория Пешкова занимается эстрадным вокалом в четырех лет в селе Джигинка. Вика – участник и призер многих международных и муниципальных конкурсов. На фестивале «Золотое руно» Анапчанка исполняла две песни. Одна из них – простая песня группы «Айова», которую особенно оценили члены жюри. В состав жюри вошли признанные хореографы, вокалисты, режиссеры, заслуженные работники культуры и артисты. Председателем жюри был народный артист России Бедрос Киркоров. Преподаватель Виктория Ольга Беличенко с гордостью отметила, что Вика выступала в старшей возрастной группе, где соревновались ребята из музыкальных училищ. Но по своему таланту и способностям она им не уступила. Независимо от того, что кажется, вокал – это настолько просто, вышел и спел. Однако здесь очень много подготовки нужно своей внутренней струнке, которая бы заставляла заниматься. Вика относится именно к таким деткам. Заслуженную награду конкурса «Диплом лауреата третьей степени» Виктория Пешкова вручила народный артист России Бедрос Киркоров. Через год вокалистка собирается поступать в Новороссийское музыкальное училище на эстрадное отделение. После планирует учиться в Амгике. Вика надеется, что когда-нибудь ее заветная мечта исполнится, и она будет выступать на большой сцене. Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» проводит соревнования по плаванию. Алина Гумерова побывала на параде участников в честь открытия и на водном старте. Подробности в сюжете. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» стартовало открытое первенство города-курорта «Анапа» по плаванию. На параде открытия спортсменов приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. В «Анапу» приехали гости-плавцы из Новороссийска и Геленджика. В заплывах принимает участие более ста человек – мальчики и девочки в шести возрастных группах с 2004 по 2007 год рождения. Восьмилетняя анапчанка Настя Пожалостина занимается синхронным плаванием уже три года. Ходить на плавание девочку убедил папа. Меня папа показал на компьютере, ну как они там все делают. Мне как-то понравилось, как там ноги из воды поднимают, и я решила пойти. Первенство по плаванию является традиционным и показывает наглядно подготовку анапских пловцов. Соревнования проводятся по пяти дисциплинам. Из них 100 метров комплекс и 50 метров брас, кроль на спине, батерфляй. Мария Каноненко из Анапы занимается плаванием два года, но уже участвует не в первом состязании. В будущем Маша хочет стать чемпионкой. Было тяжело, очень трудно стало. Дыхание прерывалось. 9 и 10 октября соревнования по плаванию пройдут среди возрастных групп 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения. Победители и призеров на всех дистанциях наградят грамотами. И еще одна новость на сегодня. 11 октября в Доме культуры села Витязева пройдет уникальная профилактическая акция «Онкопатруль». Бесплатный прием будут вести лучшие врачи-онкологи Кубани. В Краснодарском крае ее реализация продолжается более трех лет. В Анапе она пройдет впервые. 11 октября с 9 до 17 часов в Витязевском ДК на улице Лиманная, 8 бесплатные консультации и скрининг-обследования для взрослого населения города-курорта будут проводить 49 ведущих врачей-онкологов края. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и магазин текстиля для дома премиум-класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр Рио, улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В четверг в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днём плюс 16-18, ночью до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее блок полезной информации от партнёров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвёртый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнёр программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Тёплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА